Добро пожаловать на зубного суслика! В эфире Genshin Impact в моей озвучке, и сегодня мы с вами проходим задание мира в Инадзуме в поместье Камисато. От бабушки Фураты какой-то. Добро пожаловать. Давней-ка вас здесь не было видно. И правда, давно я не приходил. Вот и я говорю. Лет мне уже немало. Память давно не та, но кое-что еще помню. Эх, ладно. Ладно бы только память испортилась. Я еще и увлечений современных совсем не понимаю. Был у нас тут один юноша из Фонтейна. Рассказывал, что собирается снимать какой-то фильм. Заболтал нашего господина до смерти. Ох, а еще этот юноша слова не мог сказать безмилый или милая. Ну и бесстыдство. Разве можно бросаться такими словами? Скорее всего, знаю. Наверное, это был Ксавье. Да-да. И он говорил о вас. Судя по всему, комиссия Тонрё выделила ему денег. Он с горем пополам снял какой-то фильм, но комиссия Тонрё осталась недовольна. Но он не сдается. Теперь обратился за помощью в комиссию Ясиро. Ведь она ведает вопросами культуры. Кто бы мог подумать, что господин одобрит эту затею? А еще отрядит Канахару ему в помощнице. Что за фильм там такой интересный? Мне, старухе, не понять. Впрочем, я простая экономка. Раз господин согласился, не мне его судить. Только за Кахару тревожно. Тревожно за Кахару? Да, я вижу, как Кахару не нравится этот болтливый чужеземец. Она всегда беспрекословно исполняла распоряжения господина и госпожи. Ни разу не посмела ослушаться, но Кахару еще совсем девочка. Иной раз ей не хватает выучки и самообладания. У этого чужеземца что на уме, то и на языке. Если он случайно обидит Кахару, она сгоряча может пустить в ход кулаки, и дело кончится плохо. На тренировках Кахару ушло немало времени. И хоть я-то вижу, что ее умения еще далеки от совершенства, но оглушить человека, не сведущего боевых искусств, ей не составит труда. Тренировки оглушить? Кахару ведь служанка Клавин Комисата? Кто такая эта Кахара? И вы кто? Раньше я могла днями и ночами выслеживать разбойников, расплавляться с набуси и совсем не чувствовала усталость. Сейчас силы уже не те, да и от простой уборки начинает ныть поясница. Годы не щадят человека. А кем вы считаете нас, Кахару? Что бы вы ни думали, знаете одно, мы безоговорочно верны Клану Комисату Комиссии Ясиру. Дорогой гость, вы знакомы с этим юнцом, к тому же пользуетесь доверием нашего клана, так что ничтожной экономке только и остается, что доверится вам. Если у вас найдется время, чтобы проверить, как идут съемки этого фильма, я буду безмерно вам благодарна. Я помню, что этот юноша со своими помощниками отправился на какой-то южный остров. Замучил я вас своей болтовней, не сердитесь на старуху. Если будет время, приходите нас проведать. Принимать такого гостя для нас большая, большая честь. Задание принято, шумные чужеземцы. Это подзадание, а задание у него какое-то большое, как будто. Журнал кинематографиста. Ксавье, похоже, занят на съемках нового фильма. Так, а я забыл включить отслеживание. Где это? Где это? А, на старом месте. На всякий случай, если кто-то забыл. Ксавье это техник из Фонтейна, который остался в Татарасане при происшествии. Там вот этот выброс был электро. Потом он остался в Инадзуме. Мы с ним виделись на фестивале литературном, который проходил на острове Рита. Потом вот здесь он снимал тоже. Вот это вот как раз то, что про самураев. Мы ему помогали. Насколько помню, показывали актерам, как нужно играть на камеру. Это вот, если найду, здесь где-то видео будет. Но, думаю, обязательно будет в подсказках или в описании под видео это дело. Ну, так что пойдем посмотрим, что у них там теперь случилось. Это уже одиннадцатый дубль. Я просто уже ничего не понимаю. Скажи, что теперь не так? На этот раз проблема в том, госпожа Гахара, что вы играете недостаточно выразительно. Когда я писал эту реплику, мной владел... Владел он некий и реальный, но страстный эффект. Да, и реальный, но страстный. Мне нужно, чтобы вы еще немного постарались и выразили это сильное чувство своим голосом. А? И реальный, но страстный? Аффект? Что это еще за странные словечки? Погодите. А в объявлении о наборе актеров говорилось, что этот сценарий написал какой-то известный писатель. Верно. Наш сценарист написал по роману знаменитого Кабуюки Икея, а адаптировал его для съемок ваш покорный слуга. Госпожа Гахару, господин Сосану, простите, что столько раз заставил вас проигрывать эту сцену. Но это необходимо ради искусства. Поэтому я надеюсь... Погодите-ка. Я знаю только одного человека по имени Кабуки Икей. А еще я знаю, что издательский дом Яэ не принял ни одной его рукописи. Потому ему надоели вечные отказы. Он сдал роман на собственные деньги. Но не смог продать ни одного экземпляра. То есть мы 11 дублей снимаем сцену из романа этого типа? Так, с меня хватит этой чуши. Ого, дела уйдет у них неважно. Кажется, Гахару скоро не выдержит и пустит в ход кулаки. Пойдем поздороваемся. Ксавье, вы тут фильм снимаете. Давно не виделись. О, Кизап и Паймен, мои милые друзья. Что за счастье, в такое время видят знакомые лица. Вот видите, после съемок картины «Седьмой самурай» я наконец-то изыскал средства для нового фильма. Актер на главную роль пока не утвержден. Но благодаря щедрости господина Комиссата у нас есть средства и реквизит. В общем, почти все необходимые для первого этапа съемок. Если не возражаете, я хотел бы поинтересоваться. Может быть, возможно, вдруг вы помните нашу давнюю договоренность. А, какую? А, конечно, конечно. Ведь прошло уже немало времени. У вас было столько других важных дел. Вполне понятно, что эта мелочь не отложилась у вас в памяти. Не беспокойтесь. Я не удивлен, и чуть-чуть не расстроен. Правда. Ого, это ведь господин Кизап. Дружь с нашим господином Комиссата. Значит, вы знакомы? Да, Кизап первый человек, с которым я подружился в Инадзуме. Если не считать, Фатуи, которые давали мне работу. Да, скупых на разговоры самураев. Дружба с таким человеком, господин Кизап, удостаивается не каждый. Как видно, Ксавье, все-таки выдающийся человек. Мы близкие друзья. В самом деле, так считаете? Хоть я никогда вам не признавался, но в моем сердце вы давно занимаете место настоящего друга. Вы не милый друг, как все остальные. Настоящий, верный друг, который я действительно уважаю. Раз мы друзья, давай перейдем на ты. Конечно, разумеется. В эти непростые времена твое появление подобно Оазису в пустыне Сумеров. Настолько оно бесценно и своевременно. Надеюсь, на этот раз ты согласишься, как мы и договаривались когда-то сыграть главную мужскую роль в моем новом фильме. Ну что скажешь, станешь главным героем моего фильма? Почту за честь. Мы проделали вместе такой долгий путь. И Пайма своими глазами видела, как киеве перевоплощения способен путешественник. Большая удача, что заполучил главную роль такого актера. Точно, в этом я не сомневаюсь. Что ж, господин Кизап, это сценарий следующих двух эпизодов. Твой персонаж появляется во второй и третьей сценах первого акта. Обязательно заучи реплики, которые я для тебя отметил. Раз мы наконец нашли подходящего актера на главную роль, давайте попробуем еще раз. Эх, ладно, я в деле. О, мне это нужно заучить. И я не хочу. Я так понимаю, мои реплики голубенькие, да? Ну, три реплики, сфоткаю их точно. Ладно. Сценарий, пьесы, шумные чужеземцы. Когда ветер смерти подол в сторону белокурого самурая. Пролог. Сцена на открытом воздухе в тикой сельской местности. На зеленой равнине острова на руками. Хару и Сосану, стоя спиной к спине, разговаривают с закрытыми глазами. Сосану, ветер приближается. Откуда? Не беспокойся о том, откуда он придет. Он придет за ним. Это все, что тебе нужно знать. Где он? Тот чужеземец? Он уже идет по пути смерти. Сосану открывает глаза, затем идет вдаль. Держа Хару за руку. Акт 1. Сцена 2. Сцена на открытом воздухе в тихой сельской местности. Чужеземец и его отряд окружены врагами. Им с трудом удается прорваться через окружение. И они, раненые, прибывают в деревню. На этой чужеземце не видно крови. Сосану, так не пойдет. Если мы будем продолжать в том же духе, мы не сможем победить их. Нам придется пожертвовать собой. Они вместе покидают сцену. Как же такое могло получиться? Чужеземец делает страдальческое выражение лица, но вскоре наполняется решимостью. Но меня этим не сломить. Не стоит недооценивать мой боевой дух. Чужеземец поворачивается и идет к рядам противника. Экран становится черным. Следующая сцена. Сцена на улице. Опорный пункт противника. В полной решимости чужеземец пробирается в расположение главных сил противника. Не беспокойся о нас. Уходи скорее, оставь нас. Чужеземец вращается, непрерывно размахивая своим оружием. И превращается в золотой вихрь. Золотой вихрь охватывает весь экран. Пораженные золотым вихрем враги испытывают боль в миллион раз сильнее зубной боли. Золотой вихрь стремительно отбрасывает всех врагов на экране вдаль. И они тяжело падают на землю. Чужеземец добирается до пленных Сосана и Хару. И освобождает их. Нам это покажут? Это же не будет буквами на черном экране. Пожалуйста. Все так официально. Паймен не терпится посмотреть, как Иза будет сниматься в кино. Е. Ага. Ну как, если все готовы, давайте сделаем пробный дубль. Я готов. Хорошо, тогда за дело. Нет, если так... Если так пойдет дальше, мы не сможем противостоять им. Господин Сосан, слишком много запинок. Но эти реплики невозможно произносить без стыда. Нам остается лишь пожертвовать собой. Госпожа Хару, живее, больше чувства. Так, а как же так? Что говорить? Раз, два, три, четыре, пять. Нет, нет, нет. Здесь должна быть другая реплика. Забыл? Думаю, тебе нужно еще немного времени, чтобы подучить слова. А-а-а-а. А-а-а. Стоп. Это уже мои реплики начались. А-а-а. Я это не понял. А-а-а. Так, Асаса... Ага. Асаса... Асасана. Асасаны всякие. Блин. Ладно. Нет, если так. Если так пойдет дальше, мы не сможем противостоять им. Господин Сасан, слишком много запинок. Эти реплики невозможно произносить без стыда. Нам остается лишь пожертвовать собой. Госпожа Хару, живее, больше чувств. Господин Сасан, как же такое могло случиться? А-а-а. Как же так? А почему он не повторяется? Вот я из-за этого забился. Ладно. Как же так? Эм-так. Но этим меня не сломить. Но сценарий, правда, глуповатый. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Эм-но этим меня не сломить. Так-так-так. Не стоит недооценивать мой боевой дух. А что здесь еще? Вы нас кормите, собираетесь? Ну ладно. Хорошо, Кизап играет очень убедительно. Господин Сасан, госпожа Хару, вам следует еще раз перечитать сценарий с моими пометками. Вы заняты в следующем эпизоде. Нужно постараться отыграть его еще лучше, чем этот. Кизап, в следующем эпизоде у тебя будет много боевых сцен. Снимаем тебя вместе с массовкой. Надеюсь увидеть самые зрелищные боевые приемы в твоих способностях, я не сомневаюсь. Уверен, ты покажешь нам настоящее шоу. Так, выполните съемку. Тут главное не выйти из кадра, насколько я помню. Так, я в кадре должен быть. Идите сюда, мне надо быть в кадре. Я дендроперсонажа-то разве что короны не вставил ему, а вот с электроперсонажем у меня проблемы. Его я вообще не прокатываю. Ну ладно, как-нибудь с физ. атаками справлюсь. Так, ты сам хочешь убиться, а мой не сокола? Теперь к следующему месту, скорее, скорее! Так, ладно, мне-то надоело чуть-чуть. Помоги мне, Олег, пожалуйста. Народ, из кадра не вылетайте так далеко. Так, с этим все. Ваша реплика, господа Кахару, вы забыли свою реплику! Я как раз собираюсь сказать, не волнуйтесь. Возвращайся домой! И пообедай! Нет-нет, верная реплика! Уходи скорее, оставь нас! Господин Сосан, госпожа Кахару, я в вас очень разочарован! Разница между этими беспомощными потугами и настоящим кино, как между... Как между масштабским вином и задуванчиком и яблочным напитком! Вино это вино, а напиток это напиток! Ох, небеса, даже не знаю, как вам объяснить. То вы не помните слова, то путаете реплики, а играете без всякого выражения. Куда такое годится? За это преступление! Преступление против искусства! Друзья, так нельзя! Прости, что мы так тебя разочаровали. Но я больше не собираюсь в этом участвовать. Пусть господин накажет меня или обругает, но продолжать так я больше не могу. Господин Сосана! Пусть в последних эпизодах игра была не идеальной, но мы можем еще порепетировать. Не надо, сколько бы мы не репетировали, сценарий все равно кажется мне бессмысленным. И мне тоже. Почему наши герои ни с того ни с сего решили пожертвовать собой, оказались в состоянии врага? Как ни крути, а это странно. Они будто специально вытягивают главного героя в беду. А эти реплики в конце, мне просто неловко их произносить. В общем, с меня хватит, до свидания. Все хорошего. Что? Вы? Сосан? Сосан и Кахаро ушли. И как же тебе снимать фильмы, если актеры разбежались? Все пропало. Я... Не расстраивайся. Извини, что так вышло. Теперь и твои старания пошли прахом. Ничего, мы что-нибудь придумаем. У меня все мысли путаются. Хочется посидеть в призрачной беседке. Побыть одному и немного успокоиться. Извини. Поговорим в другой раз. И камеру оставишь. Теперь и Ксавье ушел. А настроение у него хуже некуда. После такой сцены... У него на душе, наверное, кошки скребут. Как думаешь? Может, стоит пойти утешить его? Он говорил, что будет в призрачной беседке. Если ты не против, давай ты ищу его там. Ха-ха-ха, все-таки вы меня нашли. Ах, как сильно пахнет вином. Ксавье уже крепко пьян. Не пей так много. Или давай выпьем вместе. О, подожди, нет. Я помню, ты говорил, что хочешь завязать с выпивкой. Так что тебе нельзя. Стоп, когда я такое говорил? Наверное, мне приснилось. Знаешь, вот сейчас, когда мы снимали этот фильм, один вопрос все никак не давал мне покоя. На самом деле, я не виню госпожу Кахару. Кх-х, господина Сана. Сначала они очень старались. Мне кажется, дело в том, что... У меня просто нет таланта. Нет, это не так. Тебе просто не хватает опыта. Ты настоящий друг, правда? Знаешь, ты такой хороший. Да, я тебя обниму. И Паймен подумал, что этот тип ян до беспамятства. А он не упускает случая подобраться поближе к путешественнику. Нет, нет, нет. Ты просто немного перебрал. Ты знаешь, я ведь потратил столько сил на съемки последнего фильма. Но господа из комиссии Тонрё остались недовольны. Прям мне ничего не сказали. Но после показа от них не последовало никакой реакции. Значит, фильм не понравился. А я... Я решил, что не буду опускать руки. Нет, не буду. Поэтому, когда господин комиссар согласился оказать содействие в съемках моего нового фильма, я не мог. Просто не мог относиться к делу спустя рукава. Ты ведь понимаешь? Мой милый драгоценный друг, ты мне даже ближе родных братьев и сестер. Я скажу тебе правду. Я инженер. Но я всегда знал, что я могу стать кем-то большим. Я прочел много книг и сам научился писать. А еще я могу... Еще я могу создавать сценарии. Играть в кино и снимать фильмы. Это не хвостовство. Я правда... Правда могу. Веришь? Верю. Хорошо. Так хочется тебя поцеловать. Но я слишком много выпил, а с меня дурно пахнет. Я ничего такого не имею в виду. Просто правда. Кизо. Ты мой самый... Самый любимый друг. Мой лучший друг. И сегодня я должен угостить тебя ужином. Возражения не принимаются. Милейший господин. Это... Вы ведь принимаете заказы. Друг мой заказывает все, что пожелаешь. Тройные шашлычки. И все? Нет, нет, нет. Еще раз нет. Ты лучше друг Савье из Фонтейна. Жалеть денег для друзей просто безразственно. А к Савье из Фонтейна не безразственный человек. Милейший господин. Возьмите нам тройные шашлычки. Тон, токотцу, рамен и все блюда, которые только найдутся в вашем заведении. Ясно. Эрика, приготовь господа. Потом ублюдают всего, что осталось в меню. Вскоре рекута, хозяин ресторана, заставил ваш стол. Милый кюзап, милая Пайман. Вот это я понимаю. Настоящий ужин. Ну, за наши мечты. Налетай. Вы трапезничаетесь к Савье. Спасибо за радушный прием. Ой, Савье тоже хороший. Ты лучший друг Пайман. Ну, один из лучших друзей. Как вам наше угощение? Невероятно вкусно. Рыба с рисом навевает мысли об озерной воде. У нее такой сладковатый нежный аромат. Совсем как у нас в Петрикоре. Ха-ха, правда? Рад, что вам понравилось. Я не хотел послушать, но случайно услышал, как вы обсуждали какой-то фильм. Это так интересно. Вы не могли бы немного о нем рассказать? Вы с Савье рассказываете о... Так, что там случилось на съемках, в общем. Ого, даже оказавшись в бедственном положении, этот чуземец полон бесстрашной решимости идти до конца. Просто невероятно. Настолько невероятно, что он даже не похож на обычного человека. Ни секунды раздумели сомнений. Встретив врага, который на голову сильнее тебя, собраться с духом и броситься в атаку, а еще одержать победу. Вот это боевой дух! Даже мурашки по коже бегут. Господин Савье еще так молод, едва ли вам приходилось участвовать в такой схватке и ставить на кон свою жизнь. В такой схватке мне участвовать и правда не приходилось. Но разве это делает мой сценарий хуже? Скажем так, неужели интересный сюжет непременно должен родиться из опыта, пережитого автора? Насколько я знаю, многие великие писатели были завзятыми домоседами. И потом, это очень в духе Инадзумы, разговоры без окол... о количености общения на языке меча и клинка. Господин Адзаки раз уже оказался в Инадзуме, мой новый фильм должен быть наполнен местным колоритом. И роман господин Кабуке тоже пронизан духом Инадзумы. Чтобы сохранить этот дух, я решил строго придерживаться оригинального произведения. А господин Кабуке Кей, и правда, очень занятный молодой человек, господин Савье, меня так тронуло ваше упорство, что я невольно вспомнил одну историю, которую мне когда-то рассказывали. Как это в духе Инадзумы? Сидеть в ресторанчике, наслаждаться едой, рассказывать друг другу историю? С удовольствием послушаю. Я тоже. Мы все во внимании. Рассказывайте, а Паймен тем времен доест. Давным-давно жил на свет человек по имени Сэйс Симару. Этот человек родился в семье самураев. Его родители служили очень влиятельным лицам. Сами они тоже были не последними людьми, хотя и не такими влиятельными. И эти самые родители однажды провинились перед своим покровителями, допустили какую-то странную оплошность, признали свою вину и были казнены. Сэйс Симару не мог смириться со смертью родителей и в конце концов узнал имя самурая, который их казнил. На самом деле, тот самурай не был ни в чем виноват, он просто исполнял приказания. Ко всему прочему, его клан поддерживал отношения с кланом Сэйс Симару. Эх, надо было дать ему фамилию, а то вы так скоро запутаетесь. Назовем его Вакаяма. Прошу всех добрых людей за надзумой, кто носит фамилию Вакаяма, не обижаться. Да, мы дошли до того, как Сэйс Симару, ослепленный ненавистью, решает смстить клану Вакаяма. К тому времени человек, который казнил родителей Сэйс Симару, уже покинул наш мир. Главой клана Вакаяма стал его старший сын. В детстве они с Сэйс Симару часто играли вместе, а теперь стали врагами. История о том, как лучшие друзья идут друг на друга войной. Еще одна история падения клана и кары свыше. Я вижу, ты прочел немало книг. Самураи наделены определенной властью, но на них лежит и большая ответственность. За все повинности приходится нести наказание. Таковы законы надзумы. Иногда случается, из-за проявленности самурая его клан приходит в упадок. Должно быть, у тебя много знакомств, раз ты совсем не удивляешь такому повороту сюжета. Если для тебя здесь нет ничего нового, то и последующая вражда Сэйс Симару со старшим сыном клана Вакаяма тоже едва ли сами для тебя неожиданностью. Паймит знает, дальше будет что-то ужасное. Такие истории случаются в Манштате, и в Лиюэ, и в Инадзуне. Ахаха, все люди в нашем огромном мире одержимы одними и теми же идеями. Думаю, в Фонтейне подобных историй было немало. Словом, пометуя о старой дружбе, перед тем, как объявить Вакаяме войну, Сэйс Симару решает представить выбор судьбе, наугад, выбирая между Темарей и мечом. Что это значит? Откуда мне знать, что хотел сказать Сэйс Симару? Я могу лишь предположить, что Темаре означал жизнь, а меч смерть. Молодой Вакаяма сделал неверный выбор и обрек себя на бегство от Сэйс Симару, который задался целью ее убить. Несчастный юноша. Но не дождавшись Сэйс Симару, он заболел и умер. Трудно сказать, к добру это было или к худу. Кто знает, какая смерть лучше, от меча или же от болезни. Но в его гибели несомненно есть вина Сэйс Симару, ведь если бы он не задался целью отомстить, Вакаяме не пришлось бы прятаться и скрываться, тогда и болезнь бы его не подоткосила. И теперь мстить решили уже младшие члены клана Вакаяма. Ох, эти войны могут длиться вечно. Сэйс Симару скрывался от мстителей в горах и больше его не видели. Одни говорили, что он сбежал в страхе перед мстителями из клана Вакаяма. Другие, что он сам бросился в море, желая покончить с рождой между кланами. Короче говоря, больше Сэйс Симару никто не видел. Вместе с кончиной Сэйс Симару ненависть, бесчестие и прочие печали тоже растворились в артериях земли. А раз больше нет того, кто начал эту вражду, значит история закончена. Дальше все жили долго и счастливо. И все. И вы не знаете, куда подевался этот Сэйс Симару? Да-да, у истории ведь должен быть счастливый конец. Прошу меня извинить, но история, которую я слышал, заканчивается именно так. Не судите строго, это легенда, которую передавали из уст в уста. Наверняка какие-то подробности до нас не дошли. Но подумайте сами, господин Ксавье, ведь только, только по-настоящему хороший рассказ вызывает услышать и желание узнать, что было дальше. Господин Адзаки, а вы и правда очень проницательный человек. Я ничуть не удивился, если бы история с Сэйс Симару проходила в фонтейне. Особенно вторая концовка, в которой Сэйс Симару исчезает, желая положить конец мести и вражде. Это так похоже на одного моего друга из Сумеру. Благодарю вас за наставление. Легенда о Сэйс Симару и ваша неподражаемая манера давать советы принесла мне важное озарение. Наверное, теперь я понимаю, чего не хватало моему прошлому фильму. Господин Адзаки, спасибо, вот плата за ужин. Если удача мне улыбнется и сценарий получится, я обязательно вернусь и отблагодарю вас как полагается. Мой чужеземный друг, вы молоды, полны энергии, как же я вам завидую. Дружу с таким человеком настоящий подар Хархонтов. Наверняка вы и сами обладаете неординарными способностями, раз оказались достойны подобной милости. У вас, господин Ксавье, впереди прекрасное будущее. Ну и идеальный сюжет, правда, ему не хватает немного эмоционального накала. Ксавье, о чем думаешь? Небеса, прости, я был так пьян. Надо же, забыл своих друзей в ресторане. Думаю, теперь я смогу написать новый сценарий, который никого не разочарует и начать все с чистого листа. На этот раз у меня получится. Дай мне немного времени. Всего один день, я справлюсь. Ай, только вот, что делать с актерами? Судя по всему, госпожа Кахару и господин Тасану больше не будут у меня сниматься. Их нельзя винить, не беда, что-нибудь придумаем. Тебе нужна моя помощь? Нет, 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 ты и так выслушиваешь мои жалобы. Для меня это лучшее утешение. Милый Кизавр, ты прекрасно умеешь слушать. Госпожа Пайман, если я сегодня чем-то тебя обидел, прошу прощения. Я отношусь с огромным уважением. Ого, госпожа Пайман, а неплохое обращение. Хорошо, милостивая Пайман тебя прощает. Друзья, тогда решено, завтра встречаемся в чайном доме Каморы. Покажу вам новый сценарий. Савье убегает. Здорово, что у него появилось вдохновение. Но я вот думаю, после рассказа господина Адзаки, не опасно ли оставлять его сейчас в одиночестве? Он собрался за день написать новый сценарий. Звучит немного пугающе. Я помочь хочу. Пусть Савье сам занимается новым сценарием, а мы и поможем ему найти актеров. Да, давай поговорим с ними. Так, мы снимем тяжкий груз с его плеч. Шумные чужеземцы. Задание выполнено. Новое задание. Мусюнин. Услышав легенду, так, так, придумал что-то новенькое. Нам нужно поговорить, так понимаю, с актерами, да, сейчас. Так, 500 метров туда, 800 куда. Да, я подумал вообще на других островах. Ладно, имение комиссата и остров Рита. Господин Кузап, вы здесь? Я знаю, что это невежливо, но, извините, Ксавье еще нужна актриса? Я вспылила и ушла. Наставница порой хотела вам за мной присмотреть, но я не только перечеркнула ее старания, но и провалила задание главы клана, опозорила комиссию Есира. Наставница уже сделала мне выговор, прошу вас, нет, умоляю, сообщите об этом Ксавье и позвольте мне сделать то, что я должна сделать. Что это тебе сказала Афура, Афурута? Нет, нет, наставница просто попросила меня задуматься, почему я хочу остаться в комиссии Есира. Я дала клятву верности главе клана, клана комиссата. Я никогда не сделала ничего, что нанесло бы ущерб репутации клана, только из-за семью-минутного каприза. Я была слишком самонадеянна, утратила контроль над собой, что вовсе не пристала сю, эм, то есть слуге клана комиссата. Аксавье был на самом деле добр ко мне. Я еще раз прошу прощения. Не беспокойся, нам все еще нужны актеры. Вы имеете ввиду, что у меня все еще есть шансы, я могу заглядить свою вину, извинившись перед господином Ксавье? Это так прекрасно, на этот раз я обязательно справлюсь. Я очень ценю ваши великодушия. Сходи в чайный дом Камора. Я только приведу себя в порядок, сразу приду. Ну, она, как и Саю, у нас из... из... откуда? Откуда у нас Саю? Из группы, вот, Сюма Цубан. Точно, Сюма Цубан это типа ниндзя комиссии Ясиро. Ха-ха. Ниндзя Вы же участвовали в съемке, вы юзап. Точно, извините, что сразу не запомнил вашего имени. Все из-за моей отвратительной памяти. Простите, что доставил вам хлопот на съемках. Я знаю, что Ксавье из Фонтейна, а мой самый близкий человек тоже из другой страны. Я хорошо понимаю, как тяжело жить на чужбине. Раньше я был привередлив и причинял ему немало беспокойств. А теперь меня мучает совесть. Нам все еще нужны актеры. Господин Ксавье этого хочет? Ну, тогда, пожалуйста, позвольте мне принять участие. Все-таки меня наняли для съемок. И хотя порученный мор хватило лишь на обед, но если я уж взял деньги, то сделаю свою работу хорошо от начала до конца. Тогда сходи в чайный дом Камора. Понятно. Загляну домой и поздороваюсь с родными и побегу в чайный дом Камора. Господин Сосана, ваши реплики в этой сцене намного длиннее, чем раньше. Нужно их хорошенько запомнить и не делать ошибок. Не будет ли это слишком сложно для вас? Я думал, что нужно будет играть по-прежнему сценарию, но оказалось, что Ксавье написал новый сценарий всего за один день. Как я могу после этого не выкладываться на полную? Не волнуйтесь, я хорошо выучил свои реплики. Я верю, что в этот сценарий сделал все возможное, чтобы сыграть хорошо. Хорошо, госпожа Касхару, вам нужны какие-либо разъяснения по сценарию? Эта сцена требует у вас большей эмоциональной отдачи. Надеюсь, вы сможете создать игривый образ остроумной девушки, продавщицы чая. Я много репетировал после того, как получил роль и определенно смогу сыграть лучше, чем прежде. Кажется, мы опоздали и все уже репетируют. Эй, Ксавье, я здесь. Фу, очень хорошо. Главное действие лежатся, все на месте. Кюзап, как мы вчера и договаривались, я принес новый сценарий. Хочешь посмотреть? Так, смотрим. Действующие персонажи. Кура Таня Сэйсэмару, Кюзап, Вакаяма Кэйсуки Сасана, Яна Митоко Кахару. Место действия в павильон, куда любят заходить Сэйсэмару и Кэйсуки. Давно не так, 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 стоп, давно не видели Сэйсэмару. Так, ладно, 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 ладно. Значит, первое, пожалуй, я не буду сфоткать, что-то у меня совсем плохо. Первое, про месть. Второе, у нас будет, про, кто подслушивает. так, кто подслушивает, и все, или еще есть, ух ты, как много здесь. Так, а как же, ведь мертвы не твои приемные родители, и показывает влево. Целиком читать, наверное, не буду сейчас сценарий, с выражением, и все, я надеюсь, что нам сейчас его покажут. Этот сценарий, ну вот, в виде съемки. На этот раз, история основана на легенде о Сэйсэмару. Помимо Сэйсэмару и Вакаяме, я также добавил нового персонажа, Яна Матико. Но Паймен кажется, что этот текст куда лучше, чем прошлый. Если бы было достаточно времени, многие детали можно было бы доработать, однако, в моем текущем положении снять даже то, что есть, немало испытания. Что ж, давайте закончим разговор и покажем наш профессионализм. На роли второго плана готовы господин Сасана и госпожа Кахару. Что касается локации, я решил снимать первую сцену в чайном доме Каморы. Ранее господин Тома познакомил меня с хозяином чайного дома и, к счастью, нам разрешили арендовать комнату в этом заведении. Сейчас ждем только главного героя, то есть тебя. Сможем начать съемку, как только ты будешь готов. Для начала спокойно перечисляйте сценарий. Я отметил важные строки. Не торопись. Если ошибешься, мы сможем переснять сцену, чтобы добиться идеального результата. Я вроде готов. Поехали. Погнали. Давно не видели Сейси Мару? Говорят, нынче на тебе все заботы клана Куратания. Кажется, подняты той историей шумутих. Как жаль, что господин и госпожа Куратани скончались. Теперь ответственность ложится на твои плечи. Ты, как их наследник, должен служить обществу. Именно этого и хотел бы Куратани. Месть еще не совершена. Как же может все утихнуть? Я еще не ел. Я так голоден. Съемка так сложная. Я устал. Ты думаешь о месте? Мы уже не дети. Мы давно уже не дети. Не пора ли тебе умерить пыл? С учетом таланта господина Куратани расследование никак не должно было так ошибиться. Но он пожелал взять вину на себя и понести наказание. Те влиятельные особы были так суровы. Но господин Куратани сам на этом настаивал. Что-то здесь нечисто. Куратани и Вакаяма почтенные кланы. Ты носишь эту фамилию и настоящий самурай, который служит своему народу. Не то, что скитающийся Ронин на бусе. Как бы не кипел в тебе гнев, усмири его и ищи мести. Наде в деле... Это же моя. Я только сейчас заметил подпись что-то исполнитель. Блин. В деле были замечаны странные люди. Подчиненные тех влиятельных покровителей. Когда отец умер, они вздохнули спокойно. Гнев застилает тебе глаза и ты вымещаешь злость на тех, кто к этому не причастен. Остынь! Эй! Там послушают. А ну иди сюда! Ты кто? Кто тебя послал? Господа самураи, всего лишь продаю чай. Меня зовут Матика. У меня и в мыслях не было послушивать. Вчера Сейсимару спас мне жизнь, но не захотел принять от меня ни еды, ни моры. Я ни о чем дурном не помышлял, а просто хочу поблагодарить его и наконец вернуться к торговле. Да как ты? Впрочем ладно, откуда у девушки продающий чай взяться манером? Это господин Сейсимару из клана Куратани. Впредь зови его господином Куратани и никак иначе. Какое удачное сечение обстоятельств. Клану Куратани сейчас как раз нужны верные люди. Оставь свой чай и становись слугой господина Куратани. Я не хочу звать его господином Куратани. Сейсимару звучит намного лучше. А вообще я не против. Особенно если меня покормят. Хорошо, Сейсимару, господина Куратани больше нет с нами. Теперь именно ты стоишь во главе клана. Не делай глупостей. Если же ты дашь волю своим чувствам. В общем, нельзя допустить, чтобы угас клан Куратани. Как же, ведь мертвы не твои приемные родители. Вот же упрямец. Ничего слушать не хочешь? Я пришел спросить. Скажи, ты действительно хочешь пренебречь своим кланом и поднять клинок на подчиненных тех влиятельных покровителей? Навлечь позор на себя и погубить весь клан? Этого хочешь, да? Понятно. Просто прекрасно. Похоже, теперь никто и вздохнуть спокойно не сможет, покуда твой гнев не утихнет. Вижу, мои увещевания ни к чему не привели, но вот что я тебе скажу. Я, Вакаяма Каисуки, сменил своего отца на месте главы клана. Это он казнил господина Куратани. Стыд перед кланом Куратани заедает мою душу, да и мы с тобой друг друга не чужие люди. И хотя казнь была совершена по долгу службы, я все же хочу позаботиться о вашей семье. Если ты так твердо намереваешься отомстить, то отец мой уже мертв. И сыну расплачиваться долги отца, а значит мстить нужно мне. Осмелишься ли ты? Что такое? Растерял свой пол потому, что мы друзья? Вот и весь твой настрой. Тебе не превратить свое сердце в камень. Меня усыновили, имя клана для меня, пустой звук. Так неужели слово Куратани может быть важнее жизни моих родителей? Узри мою решимость, доставай свой меч, положи его на стол и темари. Глаза мои закрыты, когда ты закончишь, я укажу пальцем. Укажу на меч, мы сразимся в битве, укажу на темари, и мы просто навсегда разорвем отношения. Верим же все в руки судьбы. Да будет так. Так, куда мне показывать влево. Как видишь, судьба начертала мне мстить до самого последнего вздоха. Раз ты все решил, то самое время мне проявить мужество. Я сдержу свое слово, буду ждать твоего появления. Все, все отлично поработали. В этот раз получилось замечательно. Игра господина Сосана очень эффектна и передает харизму в океяме к суке. Господин Ксавье, у меня один вопрос. Могу его задать? Конечно, матика, которая я только что видел, была такой остроумной и игривой. Именно такой, как я себе представлял. В океям кисуке решил позволить Сейсимару отомстить ему фактически для того, чтобы дать Сейсимару возможность успокоиться. А раз уж это проявление доброго в сердце не лучше ли, чтобы манера речи персонажа была более мягкой, его реплики кажутся немного жесткими. Я также подумывал сделать из кисуки мягкого честного джентльмена, но в итоге выбрал этот холодный жестокий образ. Но твоя правда, у этой истории может быть и другой вариант развития событий. Мне нужно еще внести какие-то изменения. Ксавье, все и так отлично. Господин Ксавье, не сомневайте в себе. Я спрашиваю только потому, что не понимаю, почему сценарий написан именно так. Я чувствую, что очень талантливый. Пожалуйста, действуйте так, как задумали. Спасибо, госпожа Кахару, за ваши слова. Давайте продолжим. Что касается следующей истории, я хочу снимать ее на побережье Надзуте, и нам понадобится вечерний свет. Прошу всех приготовиться. Следующий сюжет мы начнем снимать вечером. Нам плевать, как у вас там фенематограф. Вы только денежки гоните. Пока платите, снимайте свои фото- мотографы сколько хотите. Танако, неправильно объясняю, денежки они точно должны отдать, а вот будет Ленин снимать свои фенематографы, будут решать хефовыми. Друзья, я заранее подал заявку в комиссии ИСИРа, и съемки фильма проходят в полном соответствии с местными правилами Надзумы. Вы тоже можете поучаствовать, если хотите. Нам как раз нужно несколько актеров для массовки. Искусство может быть гораздо интереснее денег. Вряд ли у них найдется что-то для них найдется и говорить с ними бесполезно. И надо же нам было наткнуться на этих парней как раз тогда, когда съемки наладились. Паймен, так жаль. Да уж, жаль бедного господина Ксавье столкнулся с такими неблагоразумными людьми. Нет же, Паймен, жаль, эти громил. Ага, вы сами напросились, помогите нам снять фильм, даже скажу пожалуйста. о чем ты говоришь желтоголовый, ищешь драки? А в чем проблема? Так, тогда я ушел. Какой Раз комиссия Есира за это отвечает, пожалуй, все представители, которые... большинство представителей комиссии Есира у меня будут вакамины. А что за бидончик? А он слишком сильный! Эй, хватит нас бить! Бидончик, я же правильно прочитал. Заберет. Ауч! Хорошо, мы послушаем вас, представься, что же бить, господин! Не первый раз вижу тебя в бою, но все равно должен сказать, твое мастерство пугает. Хорошо, что мы друзья, но если бы мы были врагами, то от сотни к совье было бы толку мало. Не волнуйся, я тебя не трону. Теперь я спокоен, в следующей сцене как раз понравится та сила духа, с которой только что сражался. Хотя, в этой сцене у тебя нет реплик, сценарий все равно можно прочитать. Я не буду читать сцена. А, стоп. В смысле, нет реплик. А вот это что? А, стоп, 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 стоп. Добавилось вот акт второй. Ну, ладно, давайте посмотрим, это уже по ходу съемок, на самом деле. А то так будет неинтересно. А ну, быстро за свой кошелек! Вперед, братцы! Ага, ну сейчас ты вопляшешь. А, Танака это кто-то из них? Господин, Сусимару! Я только за нигери отошла, вы уже что-то так. Если вам что-то нужно, просто лучше делать мне. Зачем сразу драться-то? Не бейте, о великий самурай! Не нужны нам ваши деньги, только пощадите! Хорошо, перестаньте! Вы же простили меня, когда застукали за чем-то там. Блин. Я, вы не все, кто налево и направо лишает жизни людей. изменить позицию, изменить позицию. А, вот нам позиция. Трое актеров массовки спешно уходят. Прекрасно, ваши реплики были очень естественные, совершенно без ошибок. Эй, почему они сразу ушли? Я специально добавил им слов и с их согласия использовал их реальные имена для имен персонажей. Не обращайте внимания на этих парней. Они только слабых умеют обижать. Если бы не Кьюзап, эту пьесу мы бы не сняли. Пустяки, не за что. Кьюзап, ты слишком скромничаешь. Ты играл очень хорошо. Если будешь продолжать на таком же уровне, в следующей важной сцене все будет идеально. А, впереди еще одна сцена? Да, когда вчера писал сценарий, я понял, что финальную сцену надо обязательно снимать там, где есть обрыв. Небольшой остров на восточной стороне на руками очень даже подойдет. Однако, следующая сцена под открытым небом является ключевой для всего сценария. Я надеюсь, использовать предзакатные лучи вечерней зари в качестве фона. Кстати, мы уже долго работаем, давайте сделаем перерыв. Завтра под вечер встретимся в условленном месте. Третья сцена потребует господину Сосану небольшое усилие. В ней появляется новый персонаж Вакияма Кадзюра, младший брат Вакиямы Кайсуки. Будет логично, если он тоже сыграет господин Сосану. Ну, ты мне говорил об этом, я готов. Вот только во второй сцене Кьюзап будь милосерднее. Кстати, сценарий. Кьюзап у нас без сценария. Я совсем забыл передать. Ох, только гляньте на меня, одни съемки в голове. Прости, совсем забыл дать тебе сценарий. Так, акт первый, акт второй, акт третий. Так, надо записать те, что здесь есть. Так, его больше нет. Так, прости, я есть еще что-то? Да, когда-то я произнес такие же слова. есть еще что-то? Да. Матика, ты мне очень нравишься. На всякий случай. Вдруг там здесь, конечно, либо один нормальный и остальные бредовые ответы, но кто его знает. Что, почему в конце надо прыгать с обрыва? Это очень опасно. Ничего, есть же планер. Хоть ты привык к таким опасностям, не стоит считать себя неуязвимым, железным человеком. Дорогая госпожа Пайман, нам не нужно, чтобы Кюза прыгал с обрыва. Пусть просто слетит с обрыва на планере. Не волнуйся ты. Ну, хорошо, раз ты так говоришь, тогда вперед. Вперед? Ага. Готов? Да, готов. Поехали. Господин Сейсимару, я привел к вам человека из клана Вакаяма. Вот только господин Кайсуки. Нет его больше. А ставили бы это дело. Ммм, аккуратание. Так это ты ищешь Кайсуки, чтобы отомстить. Слушай сюда, весь этот год Кайсуки день и ночь работал до изнеможения, чтобы уладить дела клана. Так старался уладить дела семьи, что подорвал свое здоровье. Так его больше нет? Ты жалкий собак, только и можешь словами бросаться. Но даже отомстить палачу у тебя не вышло. Ведь нашего Кайсуки отца больше нет. Ты даже не смог отомстить палачу, казнившему твоих приемных родителей Куратани. Только навредил моему брату, что по доброте душевной вызвался наставить тебя на путь истинный. Ты не достоин называться самураем? Брат говорил, что если ты казнишь других, должен принять месть, как свою вечную спутницу. И если же ты не имеешь мужества это принять, то не можешь отнимать чужие жизни. Брата больше нет. Я Вакаяма Кайзюро, его младший брат, готов принять твою месть. Прости, я... Слишком поздно. Если мой брат умер от истощения, я никогда не прощу тебя. Только попробуй сбежать. За Хейсуки! Перестаньте, опять вы деретесь. Такие разумные взрослые господа. А ведете себя как дети. я буду мстить тебе до самого последнего вздоха, до тех пор, пока ты не убьешь меня. Когда-то я произнес такие же слова. Как хорошо, что все живы. Пшу, отдохните, господа самураи. Ну и вспыльчивые же у вас натуры. Какие-то кланы, какая-то месть. Почему вас вообще так заботят эти ваши запутанные дела? Вот я продавщица чая. Сытая рада. Раз мне без разницы, какая у меня фамилия. Не очень-то я сильна в убеждениях, но попробую. Дождевые капли падают в озеро. Озеро высыхает, затем дождь вновь окропляет землю. Дождевая вода превращается в лед, который тает на печке и становится сладким чаем. Кто станет разбираться, откуда взялся чай в чайном киоске? С неба? Из озера? Или из котелка? Звучит довольно странно, наверное, но я свое сказала. А теперь, господа самураи, перестаньте ругаться и отправляйтесь по домам трапезничать. Матика, ты мне очень нравишься. Ой, что такого говорите? Я же смущаюсь. Будем считать, что вы пока не хотите сражаться с господином вакаямой. Но взгляните, он и двинуться не может. Я рожден дождем и уйду подобно чаю. Жизнь и смерть, что вода. Я не буду упорствовать. Хорошо, что вы наконец-то все поняли. Если дождь может спасти землю от бедствия, то могу и я. Господин! Куратани! Сделаю предварительно договорён с Ковьей вы раскрываете планер и что-то видимо опускаетесь. Ох, это было опасно, повезло, что у тебя такая быстрая реакция. Теперь можешь считать, что съёмки закончились. Если подумать, то Паймон считает, что все просто молочины. Фильм Ксовьей обязательно ждёт успех. Кизап, ты как? Безопасно приземлился? В безопасности не переживай. Очень скоро мы поднимемся к вам. Вспомнить бы, где здесь подъём. Прекрасно, эта история вышла именно такой, как я её представлял. Кизап, господин Сосана, госпожа Кохару, ваши выступления меня тронули, спасибо вам. Ты преувеличиваешь. Вот и отлично. Да, и завершился эта история идеально, как по мне. Давно хотелось снять полноценный фильм о мечах-сражениях, и вот наконец осуществил эту мечту. Теперь могу спокойно вздохнуть и передать этот фильм господам из комиссии Ясиро. Я тоже очень рад был быть частью этой истории. Кстати говоря, эта история мне кажется немного знакомой. Возможно, я где-то её слышала. Госпожа Кохару слышала легенду Сейсимару. Я только недавно услышал её от владельца ресторана «Призрачная беседка». Господин Адзаки? Фамилия того Сейсимару, о котором я слышал, кажется, была Кавасаки Симадзаки. Ах, я не помню. Ничего страшного. У народных легенд всегда есть много версий. И то же самое, кстати, легенд Фонтейна и Сумеру. А какие есть легенды Фонтейна? Да, интересно, какие истории получатся на острове легенд Сумеру, Фонтейна или на на основе легенд Сумеру, Фонтейна или Натлана? Хорошо бы однажды снять фильм в тех краях. Но прежде должен найти возможность вернуться Фонтейн. Я слышал, что некоторые из моих коллег тоже разработали механизмы с функциями, подобными кинокамере. У их механизмов похожие функции. Зато названия самые разные. Кинетограф, киноаппарат. Сейчас они заняты спорами о том, кто из них должен получить патент. А мне не хочется ввязываться в эти бессмысленные споры. Совершенствовать мою кинокамеру. Вот что для меня сейчас важнее всего. Ладно, путешественник, мне пора. Как будет время, снова приходи помогать мне снимать кино. Та-да! Задание выполнено. Думаю, что теперь мы уже увидимся опять с вами Ксавье уже в какой-то из следующих его картин. Вряд ли мы его так отпустим. Спокойно. А на этом, друзья, я думаю, что поспешу с вами попрощаться. Съемки закончены и Ксавье и мои. Пора идти отдыхать. Всем большое спасибо за просмотр и надеюсь, что до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.